Здравствуйте, это программа Честное Слово и я Маруся Загорская. Сегодня у нас очень однозначная с виду только тема, потому что если ты помогаешь, ты молодец и это хорошо, а если нет, то не взрослый и не очень ответственный человек. Но благотворительность тема все-таки очень сложная и вызывает много вопросов. И часть из них мы сегодня попытаемся обсудить с Джамилей Семененко. Мы помогаем женщинам, которые практически остались на улице с маленькими детьми. Нет, я этой женщине помогать не готов, она действует неразумно. Невозможно говорить с семьей на высокие темы духовного просвещения, если она голодает. Сейчас в Барнауле реально есть люди, которые голодают. Тысячи людей, которые голодают. А они не оценят все равно, ведь они же это не заработали. Я жертвую небольшую сумму, поддерживая этот фонд, делаю лайк и меняю мир. Ты тогда не испытываешь чувства вины за то, что у тебя есть все, а у кого-то нет ничего. Я хочу, чтобы вы получали кайф от того, что в вашем провинциальном городе есть крутой фонд с крутым брендом, с классной полиграфией. Он печатается в глянце. Когда у благотворительности стильное, красивое, классное лицо, тогда и шанс вас получить гораздо больше у меня. Миля, здравствуйте. Здравствуйте. Тут буквально за секунду до начала записи еще какие-то вопросы решались. И вы каждого своего подопечного знаете по имени и в лицо? Конечно. А сколько их у вас? Больше ста сейчас. И каждый раз они меняются. То есть каждый месяц мы делаем обновление базы. С кем-то заканчивается договор на оказание социальных услуг, а с кем-то мы договор продляем, с кем-то разрываем. Как выглядит вообще этот договор? Он имеет какую-то юридическую силу вообще? Что это за документ? Конечно, он имеет юридическую силу, но это больше, знаете, отчетный такой документ. Это документ, который помогает нам обозначить края помощи, именно края, да, то, что мы можем оказать, какую помощь мы можем оказать, какую услугу мы можем социально именно оказать семье. И семья это понимает. И этот договор, он двусторонний. Семья подписывая его тоже понимает, что должна взять на себя определенные обязательства по исправлению той ситуации, в которой она оказалась. Какой конкретно помощью именно облака занимаются? Мы помогаем женщинам, которые практически остались на улице с маленькими детьми, одни, без семейной поддержки, родственной, дружественной и так далее. Потому что у многих этих семей проблема низкая социализация, потому что с самого детства они чувствуют социальный апартеид. Мы живем в доме, относительно новом, в центре города. И у нас есть очень хорошая детская площадка. Моему сыну 7 лет, и мы всегда играем по вечерам на этой площадке. Полгода назад по инициативе очень инициативных жителей эту площадку огородили. Для того, чтобы дети, эти новые дома находятся рядом с частным сектором в центре, чтобы дети из этих частных секторов не приходили на эту площадку. Идет отчуждение этих детей, которые растут в частном секторе. И мой сын, мы давно не вели с ним эти разговоры, он начал мне накидывать те мифы, которыми его уже окружает общество. Но правильно бабушка говорит, это моя мама, зная то, что я 5 лет какой работой занимаюсь, бабушка говорит о том, что эти дети заразны. И они могут, например, заразиться от собак и эту болезнь передать. И состоялся у нас очень длинный часовой разговор, где я все-все объяснила. А почему вы именно такую категорию выбрали? У меня не было выбора. Это не так. Приходишь в ресторан и выбираешь, что тебе заказать, рыбное или мясное. Это не был именно такой осознанный выбор. Я начала с волонтерства. Я работала в очень серьезных волонтерских программах, которые я сама же и создала. Так сложилось, что первое мое знакомство с человеком, с людьми, с семьями, с детьми, которые нуждаются в помощи, было именно из этой прослойки социального населения. То есть это нищета, бедность, алкоголизм и брошенность на улице. И те программы, которые я создавала, акции, которые я проводила с моими волонтерами, они были направлены на помощь именно этой прослойки населения. Так и получилось, что я приняла решение, что дальше я буду помогать бедным людям. И вообще мне комфортно с бедными людьми. Они гораздо честнее, чище, справедливее и теплее, чем мы с вами. Насколько сложно просить помощь у жертвователей для именно такой категории? Я объясню, почему задают этот вопрос. Когда ты, например, читаешь историю ребенка, заболевшего раком, ты понимаешь, что этот человек не виноват в том, что он оказался в такой ситуации. Когда ты читаешь историю женщины, которая рожает 5-го, 6-го, 7-го ребенка от мужа, который ее может выгнать в любой день, а в другой день обратно позвать, и она возвращается. Я знаю, что есть очень много людей, которые скажут, нет, я этой женщине помогать не готов. Она действует неразумно. Насколько вам сложно? Есть рейтинг благополучателей, официальный рейтинг. И в этом официальном рейтинге мы занимаем практически самое последнее место. Мы, я имею в виду, мои семьи, мои женщины, которые, в кавычках, да, рожают много детей. Даже люди без дома, как мы называем бездомных людей, нас обогнали. И средства собирать несложно, но долго. И не в том достаточном количестве, которое нам нужно. А вот на эти 100 семей сколько денег нужно собирать в месяц? На программу именно. Тут я хочу сразу сделать четкое разделение, чтобы у вас было понимание, как работает профессиональная благотворительность. Мы собираем деньги не для того, чтобы их раздавать. Мы собираем деньги для того, чтобы обеспечивать юридическую, социальную, психологическую и материальную помощь. Материальная помощь – это продуктовый склад, вещи, игрушки, детское питание, подгузники, памперсы, лекарства. Для обеспечения вот этих четырех целевых программ по отношению к женщинам от 300 до 500 тысяч рублей мы тратим в месяц на деятельность нашего фонда. А сколько из этих денег идет на то, чтобы вот обеспечить аппарат фонда? Смотрите, тоже, это, знаете, у нас будет ликбез. Давайте сейчас. Нет, на самом деле мы вас и позвали для того, чтобы провести ликбез. Давайте так. Существует четкая структура работы любой общественной организации. Вы знаете из сетей, да, 20% уходят на административные расходы и 80% непосредственно на помощь семьям. В представлении большинства людей и доноров тоже, и вашим, видимо, условно говоря, вы мне дали тысячу рублей моему фонду. Из этой тысячи рублей, 20 рублей должно уйти на зарплаты, аренду и интернет-связь и так далее. 200, это 20% будет. 200 рублей, совершенно верно. Спасибо огромное. 200 рублей уходит, а 800 рублей мы должны раздать в виде живых денег семьям. Так это не работает. И это неправильно, так не работает ни один фонд. Так вот, что такое административные расходы? Есть расходы административные, в которые включается частичная аренда штаба, где работает вся команда, зарплата бухгалтера и директора. Все. Все остальные зарплаты, связанные с реализацией программы социального работника, журналиста, фотографа, психолога, человека, который работает в пункте приема и выдачи вещей, это программная, непосредственно целевая помощь семье. Потому что вся эта команда создана ради функционала одного-единственного. Она должна осуществлять программу реабилитации помощи малоимущим многодетным семьям, нашим благополучателям. Понятно теперь? Теперь понятно. Вот так это работает. Смотрите, тогда про саму помощь. Есть такое расхожее выражение, думаю, что вы слышите это примерно 10 раз в день, про то, что дай голодному еду, и он попросит еще, но дай ему, значит, удочку, и научи удить, и все у него станет лучше. Вот какую удочку вы предлагаете своим подопечным? Я раньше это слышала, когда только начинала работать. А сейчас наши доноры, друзья, благотворители, спонсоры, зная нашу работу изнутри и нашу политику, больше не задают этих вопросов. А мы даем еду, кровь, безопасность и параллельно запускаем программу вывода семьи из состояния нищеты. Невозможно говорить с семьей на высокие темы духовного просвещения, если она голодает. Представьте себе, что вас вывезли за город на двухдневный обучающий тренинг. А попить не дали, да? Не просто попить. Вдруг сказали, опс, вы знаете, у нас такая сложность, обеда не будет, потому что эта тренинговая служба просто не доехала до нас. Ну вы думаете, ну я же как бы приличный человек, как бы воспитанный, ну что я, не побуду без обеда? И вы продолжаете получать знания, но с каждым часом чувство голода будет затмевать все те знания, которые вы будете получать. Можно на секунду перебить? Конечно. Сейчас в Барнауле реально есть люди, которые голодают. Тысячи людей. Тысячи людей, которые голодают в Барнауле и в Алтайском крае. Тысячи детей, которые едят один-два раза в день. И сейчас, если провести анонимное анкетирование, то мы выявим несколько сот детей, которые учатся в школах Барнаула и которые не едят. Я работаю с несколькими социальными психологами нескольких городских школ в городе Барнауле. Не едят, потому что у них на это денег нет? Потому что у них нет денег, чтобы оплатить карточку, по которой он получает горячее питание. А значит он ест один, максимум два раза в день. И мы находим благотворителей, которые оплачивают эти карты школьного питания. Нередко можно встретить комментарии из серии, а они не оценят все равно. Ведь они же это не заработали. Они правы. Если ты даешь без придавания этому значимости, ценности, даешь бесплатно снова и снова, действительно, они это не оценят не только, они это не оценят ни один человек. Как правильно помочь, чтобы человек не расслабился? Но они не расслабятся, во-первых, это невозможно. Мы же не обеспечиваем их полностью. Господи, мы закрываем всего лишь одну из каких-то дыр. И когда они к нам приезжают даже за продуктами, мы им компенсируем транспортные расходы. Это первое, что самое основное мы должны сделать. Но параллельно у нас ведь и дальше идет работа. У нас юристы начинают работать с их проблемами, потому что у многих из них есть юридические проблемы. Это установление статуса отцовства. Это поиск этого отца. Это через суд установление алиментов. Решение вопроса с проблемным домом через материнский капитал. Дальше социальный работник включает ее в нашу социальную программу. Обучение. То есть у нас есть учебный центр и проходит очень серьезные, мощные психологические тренинги с Денисом Капустиным. Который практически как на индивидуальный коучинг берет эту семью, чтобы перевести ее ментально на другой уровень совершенно мышления. Не развития даже, а мышления. И когда вот этот комплекс мы выполняем, семья автоматически меняется. У нее просто выбора нет, не поменяться. Есть те, кем вы вот прям гордитесь? А я очень требовательный человек. Вот, например, возьмем мою самую первую семью, Марину Иванову. Хотите вот оценить, вот какая Марина была пять лет назад и что с Мариной стало сейчас? И если вот не вникая в суть, как она жила эти пять лет, и не зная тесно, близко этого человека, вот так вот со стороны вы скажете, это ничего не изменилось. Как выглядело, так и выглядит, да? Как жила нищенский, так и живет. Вы не заметите этих изменений. Невооруженным глазом они, конечно, не видны. Скажу честно. Надо глубинно погружаться в историю. Ее очень много били, ее предавали. Она родилась в алкоголизированной семье, когда ей было 9 лет, у нее сгорел дом, и родители погибли в этом доме, и она оказалась в детском доме. Не самом простом, жутком детском доме. А потом она родила ребенка, потому что она встретила мужчину, и она поверила. И появляются очень добрые рядом в кавычках люди, которые говорят, Марин, ты его все равно не вырастешь, отдай, пока не поздно, в дом малютки, потому что пока он маленький, шанс на усыновление высокий. Так она встречает предательство еще раз. Потом появляемся мы в ее жизни, и мы вместе растем уже 5 лет, и я ей горжусь. Есть подопечные, которые предавали нашу работу и мое доверие, скажем так, да? Но это не разочарование. Если бы, знаете, они разочаровывали меня, я бы не работала уже давно. Меня невозможно разочаровать. А что вы называете предательством? Предательство – хороший вопрос. Это когда в тебя перестают верить и говорят, что мы не ожидали от тебя этого, мы надеялись, что ты как-то круто более с этим справишься, а вы как-то слабенько справились. И вообще мы не верим, скорее всего, все эти средства, которые вы собираете, вы тратите только на себя. То есть недоверие и вот эти вопросы финансового толка, они есть не только от людей, которые эти деньги дают, которые, ну, как бы считают, что у них есть право спросить. Да. Ну, еще и даже у получателей. Это чаще всего те семьи, те женщины, которые привыкли из этой жизни все выбивать. Им очень сложно поверить, что есть искренность в отдавании, в дарении, в пожертвовании. Всегда ли действительно мотивация тех, кто готов жертвовать, кто жертвует, ну, какая-то высокая? Нет, конечно. Есть разные типы доноров. Есть донор, вот, например, сейчас вы, да, запереживали за Марину. И если тут же сейчас я пошлю вам месседж, сообщение такое, да, вот реквизиты, пожертвуйте тысячу рублей, вы это сделаете. Это называется психологическое насилие. Я от него ухожу сейчас. Да, потому что как раз меня так можно и насиловать. Мы не хотим психологически насиловать женщин, и чтобы они делали пожертвование из чувства, что, господи, ты боже мой, слава богу, это происходит не со мной. Понимаете, да, это неправильно, потому что я вас потеряю, а я хочу, чтобы вы были моим донором до конца жизни. Я хочу, чтобы вы подписались на рекуррентный ежемесячный платеж и понимали, что вы принимаете участие в профессиональной структурной благотворительности. Это больше помогает, чем одномоментное пожертвование здесь и сейчас из чувства жалости. Есть второй тип доноров, это разумный донор, но это очень маленький процент. Эти доноры, как правило, помогают и крупным фондам, и небольшим региональным фондам. Есть третий процент, который помогает, лишь бы от него отвязались. Но это, как правило, подаяние у церкви и на улице в ящике. Не трогайте меня, пожалуйста, вот вам 100 рублей, господи, ты боже мой. И все, и уйти дальше. Если человек, например, готов пожертвовать какую-то сумму, но он это делает не потому, что он хочет помочь, а потому, что там, я не знаю, грубо говоря, ему отмыть надо какие-то деньги. И вы, ну, понимаете это. Вы берете эти деньги? Отмыть – это вообще не наша история. У нас нет огромных гигантских корпораций, которые бы вкладывались в благотворительность. Нам не повезло в городе. Для меня лично не имеет значения мотив. Мне важно, чтобы у нас регулярно поступали пожертвования для того, чтобы наши программы не останавливались. Но это имеет значение для дальнейшей работы с донором. Мне очень важно его понять. Поэтому сейчас я строю работу в новом фандрайзинговом отделе, который я создаю, привлекая новых людей. На принципе, я хочу вас узнать, что двигало вами, чтобы понять, какую дальше я могу вам давать информацию. Как отчет я могу перед вами представить, как могу вас порадовать. Понимаете? Я строю личные отношения с донором. Это очень важно. Я это понимаю, потому что на какой-то момент я категорически отписалась от всех вообще фондов, которые есть. Есть, честно скажу, почему. Потому что я их стала настолько много. Я устала от того, что я... Ну, я не хочу, чтобы мне делали больно, когда я пришла развлечься, допустим. То, что сейчас очень много есть просителей, очень много инструментов для того, чтобы дотянуться до просителей. Для вас это... Как на вас это влияет? Это влияет на нас отрицательно. Донор один раз столкнется с этим, отмажется 100 рублями и уйдет. Моя задача – вас, как потенциального донора, как женщину, как Мароси, у которой есть ребенок. Маленький. Маленький ребенок. Я хочу вовлечь тебя, Марося, в мою программу. Для того, чтобы ты видела, что, принимая участие в моих программах, ты меняешь этот мир. А это круто, когда ты понимаешь, блин, капец. Я жертвую небольшую сумму, поддерживая этот фонд, делаю лайк и меняю мир. Но ты должна понимать, как он меняется. А моя задача, как фонда, тебе показать, какой социальный след мы оставляем через реализацию наших программ. Есть один фонд, на который я подписана и у меня списывается каждый месяц регулярно. Но этот фонд, который помогает людям с бедой, которая есть у одного моего близкого человека. Вот человек, который готов помогать вашим женщинам. Вот это кто, какая у него мотивация. Вот у меня мотивация такая, я понимаю, что я хочу, чтобы вот люди, которые так же страдают, как мои близкие, им стало легче. Вы классический портрет моего донора. Да, это женщина, которая воспитывает ребенка с высшим образованием. Она имеет определенный средний социальный статус в обществе. Она социально активна. И в то же время она общественно активна. То есть не просто индиферентна к тому, что происходит в обществе. Таким женщинам, как вы, не все равно, где будет ребенок расти, кто его окружает. И вы не хотите сталкиваться с этой болью, когда вы видите на улице просящую женщину рядом с ребенком. Ведь получать няшки от общества, быть обеспеченной, ездить на хорошей машине, быть телезвездой толка, гораздо комфортнее, когда ты живешь не за забором, а живешь в счастливом обществе. Ты тогда не испытываешь чувства вины за то, что у тебя есть все, а у кого-то нет ничего. Но у нас очень плохо с социальной ответственностью. Я вышла за дверь, и меня это уже не касается. Хотя я считаю, что все, что происходит на этой территории моего города, моего двора, моей страны, моей планеты меня касается. У нас-то с этим проблемы. Получаешь по голове, если ты вдруг, или там, не знаю, могут тебе наркотики подкинуть, как выяснилось, если ты очень социально активный журналист. Кстати, да. Поэтому у нас быть активным небезопасно и не всегда, поэтому социальная ответственность у нас плохо. Я вот хотела вас узнать про технологии, потому что вы сами говорите, мы меняем подходы, мы меняем подходы к соцсетям. Да. Где вы этому учитесь, и вообще есть ли какие-то тренды? Как вот сейчас благотворительность... Я спец в трендах. Вот расскажите, какой должна быть благотворительность, чтобы она была экологичной? Вы это потом будете вырезать, вот эту мимику? О, Господи. Я вообще самоучка. И когда сейчас ко мне приходит человек и говорит, я хочу открыть фонд, и он это говорит таким образом, как будто он хочет просто открыть что-то новое, первое, что я его прошу, пожалуйста, изучи все то, что есть уже в Парнауле, и обучись этому пару лет как минимум, и потом открывай фонд. И мне жаль, что я начала с самоучки. Последние два с половиной года я учусь непрерывно у лучших из лучших в Москве и в Петербурге. За свой счет учиться у меня возможности нет, потому что я работаю только в фонде «Облака» и получаю там зарплату. Я стала выигрывать гранты. Также я начала принимать участие в огромном количестве конференций. Еще я стала экспертом и начала рассказывать про региональную благотворительность, как работать с региональным донором и привлекать средства в регионе. Потому что у крупных фондов все с этим хорошо, у региональных фондов с этим все грустно. Я знаю, что не так давно вы там сделали ребрендинг «Облаков», придумали классно. Вот зачем фонду это? Потому что я хочу, чтобы вы получали кайф от того, что в вашем провинциальном городе есть крутой фонд с крутым брендом, с классной полиграфией, он печатается в глянце, устраивает. У меня мечта, я хочу сделать здесь ночную благотворительную дискотеку на крыше. Я хочу, чтобы люди благотворительность ассоциировали не с тем, о господи, опять они пришли просить. И когда у благотворительности стильное, красивое, классное лицо, тогда и шанс вас получить гораздо больше у меня. Я должна соответствовать. Вот смотрите, сейчас благотворительность все-таки становится модной историей. И очень многие селебрити, очень многие жены богатых мужей становятся попечителями, лицами. Для вас это хорошо или, может быть, дискредитирует как-то? Нет, это очень хорошо. Это потрясающе. Вы понимаете, она же могла, например, выбрать и стать лицом какой-то одежды, принять, открыть свой канал YouTube или, как модно сейчас, очередной аккаунт в Instagram. Мне нравится, что она отдала свой голос, как, например, Елена Карлова, очень модная, красивая художница, известная сейчас на весь мир. Она отдала свое сердце нашему фонду и о нем рассказывает активно везде. Мы практически ничего не знаем о вас. А чем вы занимались до того, как стали самоучкой делать этот фонд? Боже мой, чем только я не занималась. Я закончила наш медицинский университет врач-психотерапевт. Проработала и недолгое время по своей специальности. Работала в основном в коммерческих структурах. И когда я начала... Что может толкнуть человека, у которого хорошая коммерческая карьера, заработок, взять это все, откинуть и идти Марине Ивановой? А у вас есть какие-то... Какие у вас есть предположения на этот счет? Мне очень даже интересно. Ну, я вот, например, понимаю, почему... Я слышала с ума как-то женщину, которая забила 50 кошек. Вы же наверняка как-то думали? Ну, я думала, что, наверное, у вас перепахало что-то. Нет, но вы мыслите в верном направлении. Я просто... Мне всегда казалось, что такое происходит. Или если что-то случается с близкими, или когда что-то случается с тобой. Ну, короче, что-то такое. Вы абсолютно правы. Так как я сейчас, когда начала учиться и выезжать на конференции, и общаться с сотнями-сотнями моих коллег, то, как правило, в основании создания фонда лежит какая-то личная драма. Мы говорим особенно про региональные фонды. Не было никакой личной драмы. Мне предложили быть пару раз, ездить в приют «Солнышко» и побыть волонтером-психологом. Поработать с детьми, которых только изъяли из семей, и помочь им адаптироваться в непростых условиях казенного учреждения. Я познакомилась с детьми, и мой мир перевернулся. Есть какая-то профдеформация у вас? Вот из-за того, что вы постоянно общаетесь с такими людьми, возможен переворот заново, еще на более глубокий какой-то уровень, или наоборот, как-то черствеешь, когда это постоянно видишь? Нет-нет-нет, чертости нет однозначно. У меня, я очень чувствительно отношусь к каждой истории, и глубинно ее переживаю. Я недавно только научилась приходить в себя после этого, потому что это очень больно, чувствовать боль человека, который к тебе пришел. И когда ты много раз чувствуешь эту боль, конечно, ты износишься в какой-то момент времени. Профдеформация была, я начала жить аскетичным образом жизни. Но у меня есть ребенок, я не могу заставить его тоже жить аскетичным образом жизни. От многого всего отказалась. Но, слава богу, что есть очень мудрый муж рядом, который помогает мне туда не падать на это самое дно. Хотя, если бы не было мужа и ребенка, то я бы упала вместе с ними на самое дно. Я езжу в Индию каждый год работать, в домам и территория за волонтером, в хоспис, в город Калькутту. И вот там я практически живу в таких же условиях, в каких живут бедные люди. Это мне помогает понять. Это помогает мне снова и снова прийти к тем первичным основам, почему все это создавалось, почему я начала это делать, и почему я должна продолжать это делать, помогать бедным людям. Есть многие люди, которые сменили вот как раз на такую сферу свою деятельность, потому что они пришли к Богу. А вы верите? Я верю в Бога. А в какого? Однозначно. Это без комментариев. И Он всегда мне помогает. Вся вселенная, Бог помогает мне. В виде людей, которые она мне преподносит, в виде изумительной команды, которая ко мне приходит, сколько бы раз ни менялась команда. И Божью искру я вижу в каждом человеке, который приходит к нам за помощью. Даже тот человек, который может вести себя недостойно и впоследствии предавать. Сейчас на меня будет кричать Ксюша, но я задам последний вопрос. Извините, были у вас отказы, потому что вас зовут Джамиля, например, Аникатя? Именно поэтому первые годы мы пожертвования делали. Даже когда они шли на физическую карту, мы делали их на русское имя у нас, на бывшего директора фонда. А потом я просто плюнула на все. И стала. Ну, меньше. Однозначно. Однозначно. Вы же меня не знаете. Особенно, когда... Я почему и стала... Ну, во-первых, нет. Миля это придумали дети в приюте «Солнышко». Они стали меня называть Милей, оттуда пошло Миля. Но я это использую до сих пор. Когда я звоню по телефону первый раз партнеру, я хочу, чтобы он был моим партнером, не за деньгами, а помещение предоставил или еще что-то, я представляюсь Миля Семененко. И потом, когда уже мы встретились, узнал меня лучше, я говорю полное свое имя. Нет, я нормально к этому отношусь. Это не разочарует меня в людях.